В минус 30 выбраться из-под теплого одеяла, чтобы переночевать на улице в палатке. Альпинисты традиционно в трескучие морозы устраивают себе холодную ночевку. Как спится под шепот еловых веток оценила Светлана Антимонова. Доброе утро. Утро в палатке. Проснулись. Хорошо. Жаль, что мало. Шесть утра. Команда просыпается. На стенах палатки серебрится иней. От дыхания пар столбом. Без печки, без горелки, без горячительных напитков. Спортивный режим – это закон. Главный вопрос, на который нужно ответить – это что подложить и что пододеть. Подготовку к холодной ночевке начали с вечера. Едва стемнело. Вначале собрали одну палатку-бочку, потом на полянке появились еще три тканевых домика. Спать надо в комфорте, чтобы не ютиться и чтобы слишком много пустого места не было. Тренировка холодной ночевки при восхождении – это очень важный элемент альпинистской подготовки. Так что рекомендуем. Вообще, сегодняшняя ночь, она просто подвела нас катастрофически. Почему? Потому что минус 40 должно было быть. Закаленным альпинистам мороз не страшен. Восхождение часто и зимой совершают. Поэтому привычка выживать хорошо выработана. Мы все проверяем, чтобы у нас было теплая одежда, теплые спальники, чтобы они грели реально. Не то, что на них написано «минус 35», а внук они нифига не греют. Поэтому наша задача – проверить все это делать. Дмитрий Пыханцев – доктор в команде альпинистов. Следит, чтобы со здоровьем был полный порядок. За годы, что устраивают холодные ночевки в сугробах, еще никто ни разу не заболел. Вот на этом мешке написано «минус 24», и мы сегодня проверим, насколько он у нас соответствует этим цифрам. Спальник кокон, в ногах узкий, в плечах пошире. Обычно наполнитель синтепон или пух. Первый быстрее сохнет, второй легче и лучше греет. В пуховке обязательно сейчас идут пуховки, в пуховке, теплые ноги, ну и дышать внутрь спальника. И тогда, наверное, максимально прижаться еще кому-нибудь. А перед ночевкой – песни для поднятия боевого духа и создания дружеской атмосферы. За песнями засиделись до глубокой ночи. На сон осталось 6 часов, но на свежем воздухе крепко спится и с утра легко встается. А занимайтесь альпинизмом, всегда пригодится. Вот смотрите, 30 градусов, а нам хоть бы что. Светлана Антимонова, Екатерина Петровичева, Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС.